Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Бо», когда в очередной раз, я уже даже не знаю, в какой раз, Муше приходит к фараону. И, честно говоря, на прошлой главе, когда уже прогремели по всему Египту семь казней, Египет, конечно же, содрогнулся. Даже фараон начинает с диалога с Муше, где он, в общем-то, уже готов отпустить евреев. Единственное, что он спрашивает у Муше, кто пойдет, предоставьте мне списки. Муше гордо отвечает, мы все пойдем, и взрослые, и дети, и маленькие, и большие, и пенсионеры. Мало того, мы еще все за собой вынесем. На это фараон не готов. Хотите, пожалуйста, взрослые пусть идут там попразднуют и возвращаются обратно, а все остальные пусть остаются. Это немножко странная реакция фараона, потому что он-то знал, что изначально весь запрос был, все, программа была в том, что выйдут все. И, естественно, Муше на это не соглашается, и казни, шоу с казнями продолжается и в нашей главе. Но действительно странный диалог, ведь фараон знал, что его ожидают. Самое простое объяснение, конечно же, что когда фараон начинает понимать, что у Муше, Аарона, да и у еврейского народа, а главное, у Всевышнего, серьезные намерения. В конце концов, еврейский народ выйдет из Египта, он решает немножко поторговаться. Но в конце концов, мы говорим о диалоге, который ведет Муше Рабейну. Рабейну, значит, наш учитель. И мне кажется, что этот диалог, этот очень короткий диалог в начале нашей главы, учит нас о том, что такое наш фараон, кто такой наш Египет. А главное, как нам сегодня из этого всего выкрутиться. Во-первых, естественно, мне, поделюсь своими личными ощущениями по этому поводу, по поводу этого диалога, в первую очередь вспоминается, не то чтобы история, уже 30 лет прошло, когда я одесским подросткам попал в одесскую синагогу над Пересопи, которой сегодня уже нету. И в синагоге были в основном то, что мы называли старики. Люди пожилые, сегодня я бы их уже не назвал столь пожилыми. Но нас, подростков, детей, они не пускали. Они говорили, зачем им это нужно? Это для нас, для стариков. Идите отсюда, это не для вас. Но при этом, каким-то непонятным образом, наш мой первый учитель, Равшая Гиссер, который сегодня, по сегодняшний день продолжает просвещение людей иудаизмом, он получил какой-то маленький флигель в этой синагоге. И мы, подростки, продолжали там собираться, и мы сказали фараону, нет, дети тоже пойдут. И пойдут в первую очередь. Сегодня этой синагоги нету, но еврейская жизнь в Одессе процветает. Второе из моей практики, это то, что так сложилось несколько лет назад, до недальнего времени назад. Я был директором школы здесь, в Нью-Йорке, еврейской школы для мальчиков и девочек. И так или иначе мне приходилось заниматься рекламой. И я помню, я встретился с одной женщиной, которая является гуру, так сказать, рекламой в русскоязычном обществе Америки, и она мне сказала, мы не можем рекламировать вашу еврейскую школу, потому что вы забираете наших детей. Я был немножко в шоке, никаких детей мы не забираем. Говорят, ну что вы хотите, мы же в Америке, им не нужен ваш иудаизм. В Америке, в свободной стране, они могут заниматься спортом, музыкой, искусством, а вы хотите засадить за Талмуд. Я, честно говоря, никогда не понимал, почему, я бы сказал, в стигматичном мышлении наших соотечественников занятие Талмудом обязательно должно противоречить занятию музыкой или чем-то еще. Не буду хвастаться, но мой дом забит музыкальными инструментами, которые, слава богу, в отличие от меня, хорошо используют мои дети, и увешан всякими там черными поясами с разных единоборств. Нет, мы ничего не оставим, мы вовезем все это и вынесем из Египта вместе с собой, потому что в первую очередь я все-таки надеюсь, что наши дети будут, да, талмудистами, будут любить Талмуд, с радостью выполнять слова Торы, а весь основной багаж мы вынесем за собой. Но главное, главное то, что нас учит Муше Робейну, что иудаизм не делится по возрастному сегменту. Выход из Египта – это не молодежная программа для студентов, нет, все, и дети, и взрослые, и бабушки, и дедушки, и родители, да даже и все наше хозяйство, только тогда, когда мы вся семья, одна семья, еврейская семья, которая радуется своему еврейству, гордится своему еврейству, когда мы вместе, вот тогда мы по-настоящему выйдем из Египта. Успехов, до встречи, пока!